Уважаемые коллеги, я рад всех видеть, и мы рады с Данилом Владимировичем всех видеть, потому что понятно, что лето, и все были заняты в разных контекстах, и этот семинар у нас тоже, мы долго к нему шли, потому что по разным контекстам, обстоятельствам тоже у нас рецензенты не сразу находились, но тем не менее мы считаем, что тема этого семинара является исключительно важной в контексте работы нашей лаборатории, потому что вопросы социальной, культурной и других типов эксклюзии, инклюзии неизменно находятся в фокусе внимания исследователей, которые как работают в нашей лаборатории, так с ней и сотрудничают. Кроме того, собственно, под эгидой нашей лаборатории мы с Данилом Владимировичем участвуем в большом проекте, который связан с изучением культурного гражданства, солидарности в контексте исследований малых музеев, и там инклюзия также занимает одно из центральных мест. И я сразу скажу, наверное, что как мы построим наше представление, я, наверное, открою и представлю некоторую проблематизацию темы. Потом Данил Владимирович представит, собственно, основные теоретические наработки. Тут, безусловно, является самым значимым его вклад, потому что, собственно, сама тема стала развиваться еще в момент подготовки Данила Владимировичем бакалаврской работы на тему «Современный российский музей как агент социальной инклюзии и экспертиза», «Пространство и стейкхолдеры» под моим научным руководством, где, тем не менее, несмотря на название, собственно, очень большая и фундаментальная есть глава, которая посвящена проблематике теоретического понимания, что такое инклюзия и эксклюзия в различных традициях. И вот для заострения этой проблематизации я скажу несколько позиций. Первое. Сейчас, в общем-то, понятие инклюзии в большей степени, эксклюзии, кстати, намного в меньшей степени, я думаю, даже если мы проведем соответствующий медиа-анализ, мы это сможем зафиксировать, в России стало использоваться очень активно, причем в самых разных контекстах. Но те, кто занимаются вопросами социальной политики, вопросами социальной стратификации, бедности, а также вопросами, связанными с деятельностью современных центров культуры, музеев, культурных центров и так далее, то инклюзия где-то в течение последних 6-7 лет вышла за пределы академического дискурса, первое, и второе за пределы, скажем, такого нормативного дискурса, когда она находилась в контексте или экспертного дискурса, когда она находилась в аспекте интереса соответствующих, например, музейных служб или же образовательных учреждений и так далее. Сегодня ее мы можем найти в публицистике, в литературе, недалее как сегодня я вот слушал очень интересный, важный подкаст о том, как в одной из частных больших галерей, музеев реализуются программы инклюзии, соответственно. И в этом отношении минимум понятие инклюзия становится такой стертой монетой, как это было и со многими другими понятиями в социальных науках, там средний класс и так далее, и поэтому нуждается в том, чтобы были обнаружены и эксплицированы теоретические корни этого понятия, и то, каким образом пролиферация понятия инклюзии и эксклюзии происходила в социологическом дискурсе. Кроме того, есть и вторая противоположная как бы, ну не то что тенденция, а проблема использования понятия инклюзии и эксклюзии, то, что нередко при этом в отдельных профессиональных и эпистемических сообществах данное понятие сводится к очень узкой трактовке, либо к юридическим аспектам, либо к техническому включению в пространство, например, в пространство какого-то учреждения, институции, неких исключенных групп. Ну, например, это может сводиться все к неким ГОСТам, пандусам для инвалидов музея и так далее, и так далее. Когда, собственно, этот концепт переводится с языка социальных наук на фактический язык таких технических инструкций и нормативных актов, и таким образом теряется его тоже смысл. И важно еще сказать о том, что и в контексте стратификационных исследований тоже есть некоторые сдвиги и некоторая такая расшивка в том, как понимается термин инклюзия и эксклюзия. И вот основную часть вот этого теоретического раскрытия представит Данила Владимирович, где он покажет, как в социальной теории, в социологической теории формировалось поле дефиниции инклюзии и эксклюзии. Прошу вас, Данила. Спасибо. Спасибо большое, Роман Николаевич. Да, я бы хотел еще добавить в пандант к сказанному Роману Николаевичу, что предположительно вот эти трансформации и опубличивание понятия эксклюзии, вышедшего, естественно, скорее из академической среды, могут теоретически как бы обратно через вот эту публичную среду заходить обратно в науку, тем самым размывая какие-то принципуальные в общем-то свои основания, что является самостоятельной проблемой. Мы, конечно же, не все из них здесь сможем обсудить, но заострить внимание на некоторых мы постараемся, безусловно. И дабы не быть голословными, вот я нам с вами предлагаю сейчас всем слушателям и зрителям и коллегам немножечко вчитаться в некоторые из определений социальной эксклюзии, социального исключения, которые являются наиболее популярными, что ли, или наиболее цитируемыми, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Ну вот смотрите, допустим, я понимаю, что здесь немножко текста, это, я полагаю, довольно иллюстративные примеры, их несколько. Ну вот, допустим, коллеги определяют эксклюзию. Ну вот здесь много текста, повторюсь. То есть само предложение начинается с выделенного слова. Эксклюзия – социальное исключение. И это не исключение, это не разовое употребление, когда мы видим, что понятие эксклюзия в данном случае определяется через, во-первых, странное использование в русском языке понять социальные исключения, и далее с конкретным тематическим сужением. То есть, если еще раз вы попробуете вчитаться, эксклюзия – социальное исключение детей по тем или иным признакам и сфер межличностных и групповых отношений. Что это значит? Что эксклюзия – это социальное исключение. Можно, получается, к этому свести. Но что это значит? Как такое возможно? Как мы можем эксклюзию в данном случае определить через социальное исключение? Мы же видим, что это тавтология. Я не буду сильно углубляться в этимологию и в перевод, но я полагаю, мы здесь, да, те люди, которые понимают английский язык, все-таки видят страну, вот эта тавтологичность. Более того, эта тавтологичность, если вы тоже немножко, ну, как бы, обратите тоже внимание, вы заметите, что предикат социально к субъекту исключения включается в эксклюзию. То есть, получается, эксклюзия – это социальная эксклюзия. Да, я могу так перевести. Это уже несколько схоластичные такие вот вещи, но они не позволяют нам схватить, что именно означает эта самая эксклюзия. Ну, давайте пойдем дальше. Я не буду здесь углубляться конкретно в эту работу, очень цитируемую, странным образом, опять же, не обсуждая качество работы, хотя там есть большие вопросы касательно, опять же, трактовки теории. Ну, в общем, да, я не буду на этом акцентировать много внимания. Давайте посмотрим на другой еще пример. Это немного более удачный пример. Здесь мы видим, что социальное исключение трактуется через невозможность человека включиться в социальную систему. Смотрите, в первом случае мы видели эксклюзия как исключение, во втором случае мы видим исключение как невозможность включения. Тогда что это значит? Так это исключение или это невключение, или это невозможность включения? Эти все слова – это скорее такая как бы риторическая игра, как будто бы уже становится. Я все равно не понимаю, что такое эксклюзия, что такое исключение в русском языке. Но при этом я ни в коем случае не ругаю конкретно эту работу. Там есть очень важные и интересные мысли касательно социально-психологического подхода. Давайте вот еще один пример. Извините, я тут плохо как-то выставил. Это еще более удачный, на самом деле, пример, где социальная эксклюзия заменяется понятием межличностной эксклюзии. Но это, по всей видимости, социально-психологический такой подход. И, кстати, вы, возможно, обратили внимание, но те работы, которые я сейчас упоминаю, они наиболее цитируемые, и они принадлежат к полю социальной психологии или психологии. То есть человек, который в рамках русскоязычного поля сталкивается с темой эксклюзии, он знакомится с ней, ну, по всей видимости, я могу предположить, как социально-психологической или психологической темой. Мы видим здесь понятие отвержения и крайне важный какой-то сдвиг, определение эксклюзии через разрыв. Мы к этому еще вернемся. Ну, здесь я еще просто нашел буквально цитируемую работу, опять же, странная работа, в которой социальная эксклюзия выведена в название, но не употребляется нигде слово «социальная эксклюзия». И здесь мы отсюда как раз выводим какое-то новое представление о социальной сиротстве. Социальная эксклюзия как синонимичное что-то социальному сиротству, но это нас сильно очень выводит от темы. Ну, вот еще несколько случаев определения социального исключения. Здесь мы видим определение через депривацию. Очень продуктивный подход, не будем сильно на нем акцентировать внимание, но он в сущности занимается тем, что сводит всю тему социального исключения к теме депривации. Отдельная самостоятельная тема, но в значительной степени редукционистская, потому что эксклюзия здесь понимается как бы одномерным образом. Ну, вот еще, коллеги, я ваше внимание могу привлечь к чему. Вот сайт studme.org. Это, я полагаю, та вещь, тот сайт, я не знаю, что это за сайт, это просто первая ссылка, которая была по запросу социального исключения в интернете, социальная эксклюзия, прошу прощения. Ну, вот здесь вот дается определение, которое как бы уходит в народ, получается. Ну, допустим, которое считается студентами, которые пытаются понять, что такое социальная эксклюзия. Ну, вот здесь мы тоже видим точно такой же подход. Социальная эксклюзия – это исключение. Возможно, опять же, тут проблема с пониманием языка и с динамичностью слова эксклюзия или исключения. Тем не менее, это, опять же, нас наталкивает на проблему. Что такое социальное исключение? Ну, еще вот пару последних примеров. Это из какого-то словаря. Я совершенно не знаю, что это за словарь, но определение было достаточно продуктивным. Социальное исключение – это процесс. И процесс, который определяется через депривацию, лишает определенные лица. Здесь, ну, опять же, это такая игра русский-английский язык, deprivation или лишение. Это такие взаимозаменяемые вещи. Очень продуктивное определение, намного более продуктивное, чем в некоторых статьях, которые мы сейчас увидели. Ну, вот здесь еще есть очень важное определение Елены Ростиславовны. Она в данном случае комбинирует, на самом деле, такие центральные положения с темой социального исключения. Но здесь тоже она его сводит, если мы приглядимся. Ну, это старое определение, я не знаю, как сейчас. Может быть, со мной Елена Ростиславовна поспорила бы. Но она сводит его тоже к процессу депривации. То есть важным является лишение. Это еще одно определение. Ситуация. Ну, давайте на нем уже не будем сильно обращать внимания. Я еще просто туда в качестве такого бонуса, ну, вот мы все будем знать, практически все здесь находятся, но мы все будем знать, что, оказывается, эксклюзия – это еще и опреснение льда. Такое тоже есть определение. Оно не из, естественно, социальных наук, наверное. Хотя, может быть, да, может, это и социальные науки. В некотором смысле физики еще есть эксклюзия. Есть еще эксклюзия среди социальных животных. Об этом мы часто забываем. Есть пример с гориллами. Я, конечно, неправильно написал слово, но неважно. Что это все значит? Я полагаю, что это значит что-то из трех пунктов, о которых я сейчас скажу. Это значит, что или социальное исключение является понятием, которое не наследует какой-то конкретной традиции или, по крайней мере, потеряло эту традицию. И мы не можем схватить, не можем понять, к чему она относится, и пытаемся определить ее то через какой-то процесс маргинализации, то через лишение, то через состояние, ситуацию. Те понятия, которые я уже употребил. Или же мы видим некоторого рода непоследовательность, непоследовательность, которая свойственна всем понятиям, прошедшим через публичную среду. Понятие социальное исключение, я на этом сосредоточу ваше внимание, понятие социальное исключение, по крайней мере, предполагаясь на работы Деуана, скорее всего, или Хилари Сильвер, или же более каких-то поздних авторов современных, Абрагамсона. Это понятие, которое вышло из дискурса политического в Франции 70-х годов. То есть оно изначально ненаучное. И оно понималось как-то с помощью обыденного языка. Исходя из этого, можно предполагать, что в качестве какого-то следствия такого развития социальное исключение просто не фиксировалось в каких-то аналитически-последовательных положениях. Из-за чего мы в русском языке сейчас встречаем аналогичную картину, когда социальная эксклюзия тоже непрекаянная становится. И третий момент, на котором я хотел бы сосредоточить ваше внимание, заключается в сложности перевода. Я не считаю, что понятие эксклюзия, то есть эксклюзион или социал эксклюзион, сложно перевести на русский язык. Вот здесь я даже... Просто есть авторы, которые сомневаются в том, что его очень сложно перевести на русский язык. Ну вот я привел тут, допустим, даже пользуясь спекулятивным методом этимологического гадания, я привожу вот здесь этимологию слова «эксключить», который восходит к слову «ключ», ну или, например, то, чем можно выдернуть, видите, извлечь, удалить, выбросить, ключа, колея, тема связанная с грядой, грядкой, с ключом, да, естественно, это однокоренное слово «с ключом». Если мы обратим внимание на понятие... Ну вот здесь чуть-чуть тоже спекулятивно, тем не менее, этому можно доверять. Если мы посмотрим на слово «эксклюзион» на английском языке, то мы увидим, что оно имеет единый корень. Они все расходят в слово «что-то закрывать», то есть то, что закрывается и запирается на ключ. Вот, утаивается. Поэтому нет оснований полагать, что проблема в переводе. Третий пункт, в сущности, заключается в том, что, возможно, сложность определения социального исключения в русском языке связана с тем, что в русском языке существует, точнее, в русской, ну, в данном случае, культурной вариации, не обязательно в русской, ну, российской, императорской, советской, неважно, в какой-то не французской, не германской, не британской, то есть не относящейся к основным традициям определения социального исключения, существует какая-то своя и какая-то самостоятельное чувство того, что такое исключение. Ну вот я здесь привел в качестве примеров какие-то такие самопонятные практически вещи, которые ассоциируются, по крайней мере, у меня, да, могут ассоциироваться с вот этим всем, что мы можем называть исключением, социальным исключением. Может быть, если у кого-то есть еще какие-то варианты, можете тоже предложить. Вот, если что, можете писать, да, в чате, потому что их множество. И они все как будто бы об одном и том же, но называются как бы разными словами. Что с этим делать? Я эту задачу, честно говоря, не решаю. И в дискуссиях с Романом Николаевичем мы как бы, мне кажется, достаточно сложно как-то решить, что именно с этим понятием не так. Какой путь именно следует выбирать? Возможно, требуются дополнительные какие-то исследования именно библиографии, библиометрические, то есть понимать, как работают друг на друга, ссылаются, как происходит словоупотребление, то есть какой-то окололингвистический практический анализ проводить. Тем не менее, это вопрос, в общем, открытый. Но в пользу последнего понятия того, что социальное исключение обнаруживает какое-то новое самостоятельное, то есть это не от академической неграмотности вот такие вот странные и парадоксальные определения, как социальная эксклюзия – это исключение, а от того, что замечается что-то иное в рамках контекста. Да. В качестве одного из аргументов можно еще привести достаточно известный для социальных психологов и для психологов в целом подход Выгодского. Не буду на нем сильно сосредоточать внимание, но это вещь, которая существует. И тема инклюзии, эксклюзии в работах авторов российского академического пространства, оно присутствует и оно имеет самостоятельную традицию. Да, сейчас я выключу на некоторое время презентацию, чтобы немножко сосредоточить наше внимание просто на беседе, скажем так, практически на беседе по теме эксклюзии, потому что другие слайды, они, в общем, относятся к иным понятиям. Ну, в общем, что у нас имеется? Социальные исключения со странным переводом, с непонятной концептуализацией в рамках российского, и не только российского пространства. Если мы будем обращаться к работам, которые я упомянул, Сильвер, допустим, или же Абрамсона, или же более поздних авторов, там, например, скажем, я даже не знаю, там, современного Пажама, например, во Франции, французский контекст, мы будем видеть аналогичные проблемы. Непонятно, как может соотноситься исключение, например, исключение, которое является, допустим, самостоятельным, то есть личным, допустим, исключением, когда человек принимает решение уйти из группы, когда он там уходит, ну, то есть, уходит, да, какой-то, в общем, аскезой занимается. Это тоже исключение? Или же исключение, когда, допустим, были такие примеры, когда там в библиотеке не пускали, допустим, не граждан России, или даже тех, у кого нет прописки московской, что-нибудь такое. Это тоже исключение. И авторы как бы объединяют вот эти понятия. И это проблема, потому что это слишком сильное расширение этого понятия. Если быть более конкретным, то в существующих подходах... Да, извините, я еще совсем забыл упомянуть важный момент. Об этом я думаю, что мы просто в тексте уже сделаем важные пометки. Есть авторы, которые этому уделяют внимание. И это положение связано с грамматикой. Грамматика употребления понятия. Его субстантивация, не буду сильно на этом акцентировать внимание, это можно прочитать, допустим, в работах Хилса 2002 года, или же в той же работе Легранда 2003 года. Их можно увидеть. Где показывается, что понятие исключения в английском, по крайней мере, языке превратилось из глагола «to exclude» в «the excluded», то есть в «исключенных». И тем самым Адалия превратилась в «исключение», то есть оно потеряло свой объект. Исключение стало процессом. Да. Вместо этого я бы перешел лучше дальше и поговорил бы непосредственно про то, что заявлено в теме, про эпистемичность. Существует же еще одна важная проблема о исключении. Когда мы говорим об исключении, мы можем явно подразумевать то, что называется изгнанием, или недопуском. А ведь если обратиться к таким более важным классическим работам, которые немножко забываются в теме эксклюзии, а в частности я здесь говорю про Мишеля Фуко, это понятие прямо принадлежит к средневековой, скажем так, эпистемии, где была изоляция, где, в частности, речь идет о психиатрических институциях. Либо там... Корабль дураков, например, известная. Да, да. И насколько применимо нам продолжать использовать это понятие социальное исключение в современном контексте? Разве эти вещи все еще релевантны? Я, наверное, это вопрос такой немножко риторический, хотя я на него отвечу. Я считаю, что да, это все еще релевантно, но просто важно разводить некоторые измерения вот этого исключения. Все еще существует, ну, как бы оно существует как таковое, да, существует исключение вот такое прямое, оно называется ситуативным исключением, где мы видим прямого агента исключения, более сильного актора, да, скажем так, и слабого, которого исключают. Ну, вот как я привел пример, библиотека, охранник, человек, который приходит в библиотеку, им говорят, нет, вам сюда вход запрещен, и как бы можете идти на четыре стороны. Ну, некоторого рода, да, исключения. Практика исключения. Но является ли она какой-то очень важной, как будто бы мы что-то упускаем. Если мы говорим про исключение вот этой конкретной ситуации, ее можно разобрать, и тем самым еще лучше понять сам предмет нашего доклада. Ну, вот человека не пустили, например, в библиотеку. Является ли это социальным исключением? Ну, вот если мы обратимся, допустим, к работам Хилари Сильвер, которая выделяет вот эти три парадигмы исключения, я не буду их перечислять, вы это прекрасно можете сами, если что, прочитать, это классическая работа по теме. Она сама задается таким вопросом, ссылаясь на автора, на Мартона Сибера, которая задает такой вопрос, мы же, а что, мы тогда должны все называть социальным исключением? Ну, вот не пустила охранник человека в библиотеку. Это исключение? А что с этим человеком потом пришло? Ну, он, например, расстроился. Наверное, это не то же самое, когда вам не разрешают жить в городе, вам не разрешают жить в городе или получать высшее образование. Как будто это немножко разные вещи. И на что это наталкивает? На очень важное упущение, которое делают авторы в рамках теоретизации вокруг социального исключения. А это упущение неучидывания нормативного контекста, нормативного аспекта социального исключения. Это та вещь, которая решает практически всю проблему, которая есть в этих статьях. То есть проблема заключается в том, что мы не можем ухватиться за то, что именно является социальным исключением. Мы не можем сказать, почему одна практика исключения, лишение, неважно, изгнание, действительно является социальным исключением, как, например, пускай это будет охранник не библиотеки, а охранник частного здания. Это как будто очень разные вещи. Но если мы добавляем нормативный аспект, который так не хочется пускать в научный дискурс, но если мы его добавим, то все как будто бы становится проще. Социальное исключение – это вот такая вы-организация, любая вы-организация, которая имеет нормативно неприемлемые эффекты. Понятно, что сложность появляется, и она заключается в том, что теперь нужно определить, что такое нормативные эффекты, нормативно неприемлемые эффекты. Но все становится проще. И тот, допустим, марксистский сентимент, который есть в работах Хилл и Сильвер, заключающийся в том, что является ли проблемой, допустим, когда условно власти имущие сохраняют свои капиталы, свои ресурсы и не допускают условно низы. Я понимаю, что это все пошлые немножко экспликации, тем не менее, исключая их, стремясь как-то оградиться и так далее. Является ли это социальным исключением в данном случае? Как будто бы это решение о том, является ли это социальным исключением или нет, остается просто даже не на совести, а на дискурсивном таком решении исследователя. Я просто готов, ну, не то чтобы поспорить, я готов, я не знаю, возможно, опять же, те, кто нас слушают здесь, насколько у вас это как бы отзывается, когда мы исследуем социальные исключения. Ну, понятно, что здесь не все, и вы исследуете, да, возможно. Но, тем не менее, по какому принципу мы решаем, что конкретно эта практика является социальным исключением, а это нет? Потому что, допустим, нам кажется, что что-то плохо, да, это действие является каким-то плохим, да, ну, это спорное основание. Для этого нам нужно как раз формулировать какое-то более универсальное представление о нормативности. И есть другие подходы, мы не будем на них сейчас сконцентрировать внимание, но, в общем, выход есть, и мы его предлагаем, но этому действительно нужно уделять отдельное внимание, как мы это делаем. Из сложностей именно концептуальных я могу выделить еще вот важный тоже пункт, связанный с дисциплинарной эпистемичностью, скажем так, исключением. Вот смотрите, если мы рассмотрим психологические, социально-психологические подходы без какого-либо, без какой-либо критики именно самой дисциплины, но некоторых представителей, которые занимаются этим в рамках российской, кстати, преимущественно даже не российской, именно англоязычной литературы, мы обнаруживаем такой сентимент, когда нам нужно, чтобы исследовать социальные исключения, нам нужно исследовать тех, кто социально исключен. Да? Тех, кто социально исключен. По какому принципу? То есть, чтобы сформулировать, что такое социальное исключение, мы априорно уже решаем, кто социально исключен, и идем их исследовать. Вот. Ну, в этом как бы есть важная концептуальная сложность. Как мы определили, что именно эти люди, эти социальные категории являются социально исключенными, когда мы пытаемся определить социальные исключения. Это концептуальная сложность. Мы это делаем, полагаясь, по всей видимости, на какой-то здравый смысл. А здесь необходимо как-то обосновывать, или не то, что доказывать, что они являются социально исключенными. Но более того, по каким критериям социальные исключенные в целом определяются? Вот я приведу пример, связанный, ну, вот, из не столько психологической работы, сколько социологической работы, известной очень, наверное, лучше назвать его политиком, хотя он вроде социолог, Эрнандо де Сотто. Ну, в общем, я не знаю, не буду дисциплинарно его определять как-то. Вот у него есть такой интересный и, ну, конечно, чуть-чуть, красивое высказывание. Чтобы исследовать социальное исключение, он исследователь социального исключения, у него есть работа, которая так и называется, в общем, социальное исключение, нужно в Южной Америке, нужно не властных агентов спрашивать о том, что они делают и где их предвзятости, а нужно идти к самим маргинализированным и самим исключенным и спрашивать, а что не так. И в качестве примера он говорит, когда у пациента болит зуб, то дантист не сможет понять, какой именно зуб болит. Пациент сам должен показать, где у него болит и где нужно лечить. И я, честно говоря, до конца не верил в этот пример, потому что мне кажется, что дантисты, ну, понятно, что я чуть не о том уже говорю, но дантисты, мне кажется, они могут все-таки увидеть, например, кариес или что-нибудь такое в зубе. Но просто дело в том, что у меня буквально недавно был такой случай, когда у меня до сих пор вот здесь вот один зуб немного болит, и извините, что я этим делюсь, но мой дантист не может понять, он, во-первых, не мог понять, какой именно зуб болит, и он не может понять, почему. Ну, ничего серьезного, то есть все уже в порядке, но после этого примера я, в общем, как-то пересмотрел вот эту аналогию Эрнадо Десоте, я все-таки понял, да, действительно, иногда дантисты не могут понять, нужно спрашивать конкретно, какой зуб болит, потому что со всеми зубами все в порядке. Но эта логика, она очень красивая в том плане, что, ну, она имеет политическую силу, да, что нам нужно идти к людям и спрашивать их, но концептуально она имеет немножко магический такой эффект, как будто бы социальное исключение это то, что объективно будет ощущаться теми, кто исключен, да, как будто бы они должны, то есть, если меня исключают, если меня отчуждают, то я как будто бы это буду чувствовать и буду это понимать. Ну, вот, буквально на прошлой неделе я был на круглом столе у одной британской исследовательницы, в общем, я участвовал в ее, в общем, групповой такой, да, круглый стол, и там был один исследователь, профессор Берг, и он показал прекрасную иллюстрацию этого примера. Он исследует бездомных, и у него очень интересный доклад, который называется «Слишком автономный для того, чтобы быть автономными». И вот он сказал вот что, когда мы приходим и исследуем бездомных, мы подходим к ним и начинаем спрашивать, какие у них проблемы, они часто говорят, что у нас все в порядке, когда им говорят, да вот, мы вам можем дать бесплатное жилье, берите его, мы вам можем дать бесплатную работу, ну, бесплатную работу, бесплатную работу не могут дать, я имею в виду оплачиваемую работу, то бездомные часто говорят, нет, мы сами справимся, все будет в порядке, нам нужно просто немножечко времени, нам нужно, там, в общем, все будет в порядке, все будет в порядке, но, естественно, они остаются бездомными. Вот. И они, разве они чувствуют, что они исключены в данном случае? Как будто нет, да? И вот исследовательница, на которую я тоже ссылался некоторое время назад, чью работу я показывал, она тоже вот демонстрирует, что не все те, кто чувствует социальные исключения, действительно исключены. И вместе с тем не все исключены и чувствуют социальные исключения. Иначе мы впадаем просто в субстантивизм и полагаем, что как будто исключение – это то, что объективно мы можем переживать, хотя это совершенно не так. Ну, вернее, могут быть оба, наверное, случая, да, но на этом сильно концентрироваться не стоит. Есть еще и классическая работа, которую я вспомнил о, значит, краже леса, да, у Маркса, дебаты в Лантаге, где в сущности абсолютно о том же самом. Вот когда вот эти самые, да, чиновники, скажем так, в Лантаге рассуждают о том, является ли это наказанием, является ли кража преступлением или нет, разве в этот момент те, на кого эта кара спускается, разве они будут чувствовать, что они исключены? Они будут, может быть, чувствовать, что они преступники или что-нибудь такое подобное? Ну вот. И это нас как раз уводит от такого субстантивистского представления. Некоторые теории социально-психологические, они имеют такую же специфику, но только они просто опираются на другие понятия, например, чувство принадлежности или там чувство, какое-то теплое чувство принадлежности и так далее, что его исключенные не чувствуют. Соответственно, они объективно могут себе давать подсчет, что они исключены. И это как раз, да, подводит нас к тому, что само это исключение скорее имеет риторическую составляющую. Это скорее про риторику. И эта риторика может быть обнаружена исключительно благодаря исследованию именно властного агента. По крайней мере, здесь, возможно, в этом плане мы с Романом Николаевичем немножко расходимся, может быть, в каком-то смысле близки, но вот это скорее моя позиция в данном случае. Исключение – это процесс вы-организации, иначе, в теме власти, это так называется. Organization out, да, иначе говоря. А все остальное, все остальные эффекты – это уже другие явления. Нам как раз важно сосредоточить внимание именно на этом. Остаться при той самой эпистемичности этого понятия. Зачем к исключению добавлять другие явления? Допустим, условно говоря, то, что называется иногда культурным исключением, или трансцендентальной аскезой, когда люди сами решают по своему решению, просто уходят из общества. Просто в темах социального исключения это все как бы одно и то же как будто. Вот. И, безусловно, виновником в каком-то плане, если именно говорить концептуально, остается все тот же самый Мишель Фуко, по всей видимости, который это понятие и вводит, и выводит самостоятельно. Он сначала начал им пользоваться, а потом его начал критиковать и начал считать, что оно неадекватно больше описывает социальную реальность. Но важное как бы наследие, которое он оставил, заключается в том, что он указал на то, что социальное исключение, в общем, это что-то очень-очень многомерное, что выражается в очень разных измерениях. Ну, правда, он в данном случае не определил, в каких именно измерениях, потому что определял социальное исключение через власть, а, соответственно, власть у него это везде, все и вообще как угодно. Самая важная цитата у Фуко заключается в том, что эксклюзия не должна быть, вот как он пишет, про репрезентацию закона и правила. Эксклюзия – это что-то многомерное, что может проникать через материю всего социального. Но вот в этом плане как раз и, наверное, лежит загвоздка. Проще как раз оставить эксклюзию для того, что про репрезентацию закона и правила. И рассматривать эксклюзию исключительно как эффект от неправильных организационных принятых решений. Здесь, опять же, это скорее мое представление, которое опирается на многомерную концепцию власти. Об этом, возможно, мы как-нибудь в рамках других встреч, если они будут, можем поговорить. Да, я уже заканчиваю. Да, мы заканчиваем. Я уже заканчиваю. Мы начали минут на 15 позже, поэтому… Да, извините, я уже заканчиваю, у меня буквально последние моменты. И в целом это нас подводит к тому, что если нам и сосредоточать внимание в рамках концепции социального исключения на каких-то элементах, которые позволят прояснить, что оно действительно означает, то, наверное, наиболее продуктивным средством является, наоборот, сужение этого определения. Понятно, что это такая дискуссия немножко вечная. Тем не менее, то состояние, в котором это понятие находится сейчас, в очень разрозненном, где, как я сказал, как я отметил, что, как мы отметили, эпистемичность понятия относится к совершенно другим системным состояниям, а применение относится к более сложным и совершенно нетривиальным эффектам. Присходит явно, в общем, разрозненность явлений и, соответственно, интерпретации. Да, ну вот, да, я как минимум думаю, что я на этом тезисе закончу то, что я хотел сказать. Ну, я просто, подводя, собственно, итог предварительный, мы это не выносили в основную презентацию, но мы столкнулись вот с такой сложностью понимания инклюзии и эксклюзии, например, в нашем исследовании музейных работников и то, как они это определяют. И, соответственно, там очень разные подходы в зависимости от того, какой уровень, так скажем, их компетенции, прежде всего, профессиональные, связанные вот с этим экспертным узким знанием, касающимся того, как организовать доступную среду в музее. И чаще всего это именно технически доступная среда. То есть, когда музей становится доступен для тех, кто слабослышащий, для людей с проблемами зрения или маломобильными гражданами и так далее, и так далее, тогда как, например, очень большую проблематизацию для них, или это вообще отсутствует как бы в размышлении, собственно, социальные и культурные эксклюзии, связанные с тем, а как могут ли понять, что происходит в музее, и должны ли понимать те, кто социально другие, скажем так. Хотя часто говорится, к нам приходят и эти, мы, приходят и дети, и кто-то еще даже иногда это называют подопечные, что называется. И вот эта вот интересная дистанция, которая в бурдиевистском ключе почти всегда сохраняется между музейными работниками, особенно продвинутых музеев и галерей, которые как бы претендуют на рефлексивность, и собственное понимание эксклюзии, инклюзии вот в каких-то очень узких рамках, это то, что интересно, я думаю, то, на чем мы в какой-то степени будем дальше базировать уже анализ, ближе к эмпирическому анализу. Спасибо. Вопросы? И, наверное, Иван Александрович, тогда ему предоставляем слово. Да, ну, у меня на самом деле такой один принципиальный вопрос. Вот эта идея, ну, как бы, работать с понятием эксклюзии, она чтобы, ну, и вот та работа, которую вы сделали, она чтобы что? Вот, когда цель вы, как Уси, в принципе, видите. Ну, я тогда начну, и Данила Владимирович продолжит. Вот, я считаю, что эта цель связана с теоретическим прояснением этого концепта, а для того, чтобы с ним потом работать, в том числе обращаясь к анализу каких-то эмпирических материалов и данных. Поскольку, ну, то, что я говорил вначале, и то, о чем говорил Данил Владимирович, когда приводил эти разные примеры, собственно, определений, эксклюзии, что получается, что каждый вырабатывает либо собственные определения, либо отсылает к самым, ну, там, психологическому в лучшем случае, а то и, собственно, к техническому определению. Это там безбарьерная среда. То есть, чтобы был доступ кому-то к чему-то, собственно. Тогда как даже вот то, что мы увидели в наших высказываниях там информантов из музейного сообщества, мы можем ловить там и классовые ситуации, ситуации классовых различий, и как бы невидимых пятен этих классовых различий, и то, как, в общем-то, эксклюзия-инклюзия на самом деле может прояснить, почему одни группы не участвуют, например, вообще в культурной индустрии, или не вовлекаются, или отторгаются, например. Да, Данила, прошу вас. Спасибо большое, Роман Илья Павлович. Я бы еще добавил, значит, из... Прошу прощения. Да, я бы еще добавил вот, что существует, во-первых, политическая важность определения такого понятия, потому что в рамках политической деятельности, кажется, люди часто борются с... Точнее, пытаются бороться с самопонятным плохим, самопонятным social exclusion, да. Ну, например, в Европе это распространенная была вещь в нулевых годах. Это есть зафиксированный факт. И что именно в социальной эксклюзии плохого, не проясняется нигде и ни в какой явной форме. Эта нормативность, как мы ее выделили, требует какого-то прояснения. Таким образом, для того, чтобы не определять либо все социальное взаимодействие через социальные исключения, либо же какие-то конкретные радикальные случаи, которые не дают никакого прироста знания, вот мы как раз обращаемся к тому, чтобы уточнить это понятие. Вот. Есть, извините, Иван Александрович, есть еще коллеги, которые занимаются очень близкими темами, связанными с границами. Допустим, я вот из современных вспомнил про Ламон, допустим, или которые тоже делают попытки многомерного определения. Ну, только у них это не равенство, эксклюзия – это частный пример границ. Но даже в работе у Миши Ламон все-таки, ее многомерное неравенство, нормативный элемент не проясняется, а значит, эти концепции остаются на том же самом уровне развитости. Вот. Спасибо. Понятно. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, вот, Иван Александрович, может быть, вы хотите прокомментировать еще что-то? Ну, да, я готов. Пожалуйста. Да, ну, как бы, если нет, ну, как истории про зуб, я могу добавить историю, свою историю с нынешним семинаром, да, что, говоря ссылке с информацией, мне не оказалось этого, как бы, тоже пример эксклюзии. Когда, ну, как бы, есть некоторое намерение, но оно не подкрепляется какими-то, ну, там, процедурами, условно говоря. И вот в этом контексте я вот на что обратил внимание в выступлении, и, значит, вот Романа Николаевича, и в последующем, как бы, рассказе Данилы. Данила говорил об эксклюзии. Роман Николаевич говорил, еще проносил слово инклюзия. Так, как будто бы это некоторые синонимы, которые различаются там только по знаку какому-то. Но и, как бы, проблемы с инклюзией, да, которые как будто бы сводятся только к техническим вещам, ну, таким образом переносятся на эксклюзию. Ну, не говоря про то, что, ну, здесь главная, наверное, мысль такая, что вот там мне как-то был разговор с одним физиком, который занимался изучением молнии, да, и к структуре действий. И он показал, что паттерны развития молнии не эквивалентны ни разу паттернам ее угасания, то есть диссипации. И это означает, что, в общем-то, и эксклюзия, она не эквивалентна инклюзии, но просто с другим знаком. Если посмотреть, например, федеральный мониторинг инклюзивной образовательной среды, то там вопросы физической доступности образовательных учреждений – это один из 35 индикаторов. А большую часть, например, там, ну, паспортической или анкет, которые должны, по которым описывается школа, она предполагает и наличие специалистов, которые работают с такими детьми, и наличие программ, которые различаются и техническим обеспечением, и методическим, и квалификационным в зависимости от степени поражения здоровья у ребенка. То есть там огромное количество, ну, как бы, таких вещей, которые не связаны исключительно с техническими ограничениями. Вот. И с этой точки зрения, ну, как бы, возникает вопрос об аналитической стратегии. И вот Данила предъявил один из вариантов такого семантического анализа. Да, с одной стороны, там, какое-то погружение в дисциплинарный анализ, хотя, ну, вот, то есть, может быть, в каком-то тексте есть более подробная и аргументированная история. Пока что вот то, что сейчас бы произносилось, это скорее такой нарратив размышления, нежели за которым стоит некоторая логика анализа. Вот. Ну, просто понятно, что есть уровень обыденного языка и практик употребления тех или иных слов и концептов. И, да, мы можем опираться на вот эти корпусы, ну, на корпус этого обыденного языка и анализировать его, да. Ну, тогда нужно, хотелось бы, посмотреть тогда анализ, да, каким образом вот обыденный язык, в обыденном языке это существует. С другой стороны, есть уровень исследований, в которых, ну, как мне показалось, в тех определениях, которые были предложены, не во всех некоторых, это, в общем-то, операциональные определения. Эти определения, которые, на которые влияют, там, дисциплинарные какие-то нормы и традиции, с другой стороны, они создаются для того, чтобы, ну, как бы сформировать некоторую эмпирическую исследовательскую оптику для конкретной исследовательской ситуации. Вот, и понятно, что они, эти операциональные определения, они не могут претендовать на некий универсальный статус. Ну, и, кроме всего прочего, даже если мы перейдем на уровень теории и концептов, то, в общем-то, ни один концепт не существует сам по себе. За ним лежит некоторая система понятий, связанных некоторая методология, там, некоторые, некоторая аксиоматика, может быть, отрефлексированная, может быть, не отрефлексированная. И если мы изучаем понятие социальной эксклюзии, то, ну, наверное, логично было бы говорить о том, что там вот есть, например, такой концепт, за которым лежит такая-то, такая-то концепция, она структурируется так-то, так-то. И вот тогда, наверное, какие-то скрытые противоречия и неудобства, которые вызывают неотрефлексированное использование этого понятия, наверное, стали бы видны. Вот, пока что вот это не очень, это как-то остается в стороне. Вот, опять же, на что еще обратил внимание? Да, действительно, есть проблема тавтологии. Социальная эксклюзия – это исключение. И дальше там даются какие-то уточнения. Вот, но тогда, если мы опираемся на… Ну, когда там говорим про уровень обыденного языка и его метафорические какие-то компоненты, то тогда, наверное, стоило бы работать с понятием исключения. Ну, здесь мы видим, например, есть слово «исключительность». Да, и у него, и у исключения не всегда есть негативные коннотации. Вот, и, может быть, тогда посмотреть на то, что такое исключительность, да, на какие-то другие, не только позитивные, не только отрицательные, а, может быть, какие-то еще дополнительные коннотации и расширения. Да, например, исключительность – это еще и некая уникальность. Это некоторое достижение. Это, может быть, рафинирование. И вот этот пример из физики с солью, вот, он очень хорошо, как бы, сюда ложится. Я к чему об этом говорю, да? К тому, что… Ну, и вот в конце вы уже начали… Вы, как бы, вышли в эту область и стали об этом говорить. Еще один подход, который, мне кажется, был бы полезным, это посмотреть смысловые синонимы. И это не только маргинальность. Маргинальность, ну, вот как Ира Попова, она много этим делом занималась и показала, что, в общем, маргинальность в какой-то момент утратила свое смысловой объем, потому что появились более операциональные термины и понятия. и оно стало лишним. Оно, особенно, и даже вредно после того, как оно утекло в такой, ну, там, публичный дискурс и стало просто одним из элементов, там, наклеивания ярлыков. Такое ощущение, что вот с эксклюзивностью или инклюзивностью, там, ну, они где-то вот здесь так же происходят. Так вот, смысловые синонимы. Да, вот есть огромная традиция изучения границ. То, как производятся эти границы, то, как они кодифицируются, то, как они поддерживаются. И это понятие границ, с этим понятием границ теоретическим работают очень много кто. И исследователи социальных движений, и те, кто занимаются исследованиями, там, ну, социальных идентичностей, условно говоря. Да, социальная идентичность – это, в общем-то, тоже работа с некоторыми социальными категориями. И, пожалуйста, да, если мы говорим о том, что там все люди делятся на тех, кому нужны деньги, и кто сидит на трубах, да, то, как бы, ты себя начинаешь, как бы, соотносить, к какой категории ты относишься, да, там, кому нужны деньги, или кто сидит на трубах. И вот, как бы, это одно большое направление. Да, и их же используют и те, кто исследует, там, мигрантов, этнические сообщества, диаспоры и прочее, прочее. Да, там, Женя в Аршаве. Вот, другая сторона – это вопросы солидаризации и вообще отношения «мы они». И здесь тоже речь идет про границы. И вопросы инклюзии-эксклюзии, они оказываются покружены в какие-то другие механизмы. Например, исследователи очень часто говорят, что солидарность, как, ну, как бы, понимая, деятельное проявление поддержки и ответственности, да, когда я принимаю ответственность за существование группы, а группа принимает ответственность за благополучие мое. Вот так вот, солидарность невозможна без идентичности, групповой какой-то, но идентичность возможна без солидарности. И получается, что… Почему вот такое неравновесное протекание процесса? Здесь, наверное, тоже можно использовать понятие эксклюзии. То есть, да, мы с тобой одной крови, но как бы по каким-то причинам я тебя не поддержу. Вот. И это я к чему говорю? К тому, что можно заниматься семантическим анализом и концептуальным анализом, вот. Но если мы хотим понять какие-то механизмы и процессы эксклюзии, да, то тогда, безусловно, здесь я готов просто поддержать двумя руками дисциплинарный анализ. Вот. Ну, как бы вы сказали, что вроде бы вы думаете в этом направлении, но там сказали только про психологические подходы. Вот. Но здесь интересно было бы углубиться сюда. Но если мы говорим про социологический подход, ну, и опять же, там вот, чтобы было бы мне интересно, это как раз-таки каким образом институционализируется, ну, или каким образом закрепляется в практиках действующих социальных институтов вот это вот развлечение на свой и чужой, да, достойный и недостойный, взаимодействует и невзаимодействует. И вот и нормативное направление, оно, мне кажется, вполне себе действующим и работающим. И здесь, в общем-то, нужно понимать, что вот эти нормативные, что эксклюзия и механизмы ее, и факторы действующие, они будут отличаться в разных нормативных контекстах. В армии это одни, как бы, механизмы эксклюзий. Кого пошлет на передовую, а кто будет там, ну, или кого пошлет в разведку, а кто будет в окопе сидеть. Вот. Это же тоже эксклюзия. Вот. Но там какие-то другие, ну, как бы, смыслы этой эксклюзии меняются. Если мы говорим про налогообложение, то вот там в пандемию было принято решение о том, что там малый и средний бизнес, ему выходит поблажка по налогам. А когда НКО к Центральному банку с этим обратились, они сказали, нет, НКО поблажку давать мы не будем. И вот здесь вот как бы, ну, тоже вопрос неравенства доступа к институциональным возможностям, да, и нормативным каким-то решениям. Вот. Но кто оказался эксклюзией, в отношении кого была реализована эксклюзия? Эксклюзия, да, в отношении малого и среднего бизнеса или в отношении НКО. Вот. И вот этот нормативный контекст мне очень кажется важным. То есть, что разные нормативные контексты – это раз. Во-вторых, с течением времени нормативные контексты могут меняться. Это два. И третье, что исправление этих вот нормативных контекстов совершенно не гарантирует, причем сознательное, целенаправленное, совершенно не гарантирует того, что эксклюзия исчезнет. Потому что вот там те программы по созданию инклюзивной среды в школах, которые я видел и с которыми я ознакомился, они настолько глубоко, на много уровней проработаны вниз, буквально для каждого конкретного ребенка. и все равно на уровне отдельной школы есть педагоги, которые работают с детьми с особыми потребностями, и они все равно говорят, что вот этого уровня недостаточно. Потому что нет специализированных психологов, например. А что означает подготовить специализированного психолога, который работает с ребенком, у которого множественное поражение по здоровью. Это очень долгий процесс, это очень дорогой процесс. И логистически это очень сложный процесс, потому что ребенок находится в Мурманске, а этот специалист находится в Петрозаводске. Ну или наоборот. То есть, как бы с этой точки зрения получается, что если мы говорим об использовании концепта эксклюзии для того, чтобы уточнить, усилить нашу исследовательскую оптику, мне кажется, что я так понял ваш ответ, то вот здесь при том, что вы зафиксировали много всяких аномалий, и они действительно справедливы, о них нужно знать и думать, но следующий шаг, в общем-то, нужно сделать такой более практичный, прагматичный. Показать, что эксклюзия не вообще как универсальное философское понятие, которое применимо в любых контекстах и в любых временах, и в любое время, вот, а, в общем-то, приземлить его к, ну, например, проблематике развития и трансформации социальных институтов. Вот, и в этом, да, и последняя вещь, которую вот я сейчас записал, А, нет, все, я все сказал, да, вот. Иван Александрович, извольте мне немножко, ну, могу или... Конечно, да, давайте. Большое спасибо, вот, в первую очередь. Большое спасибо за ваше внимание. Я тоже помечал то, что вы говорили. Я, наверное, не буду очень глубоко отвечать. Я отмечу, что... Ну, мне немного приятно, что я, на самом деле, по большей части с вами согласен, и я о том же самом в целом думал и думаю. И меня особенно, как бы, так задел в хорошем смысле ваш комментарий про инклюзию и эксклюзию, про как будто взаимозаменяемость иногда использования этого. Да. Я отмечу, это такой тоже немножко неформальный пункт. Вот однажды в защитах я сказал, что эксклюзия – это не противоположный знак инклюзии. Да, и мне снизили балл серьезно за это. А я считаю, что это как раз... Точнее, не считаю, а я показываю, что это схоластическое представление об инклюзии. Да, они асимметричны. Не симметричны, а асимметричны. Да, да, это, наверное, скорее да. Скорее так. Но точно это не, в общем, плюс-минус, скажем так, такой явный в форме. И, как бы, да, в общем, я не буду в это сильно... В тексте я немножко более структурированно могу описать и описываю, и описываем. Я еще очень... Мне очень понравились ваши примеры с, ну, допустим, там, с случаями в период пандемии. Это такие организационные, да, моменты. А в каком-то смысле мы как раз и подводим в нашем именно положительном, положительной форме определения. Потому что сейчас мы рассказывали скорее что-то негативное, да, негативная форма определения. Что в эксклюзии не так? А мы еще можем рассказывать о том, как лучше понимать эксклюзию и что эксклюзия есть на самом деле. Ну, по крайней мере, на самом деле в кавычках. Вот мы в целом к этому, на самом деле, очень сильно склоняемся. Это вот то, о чем вы сказали. О чем вы сказали вам. Да. И организационные вот эти байсы, то, что называется в теории власти и в организационной теории, эти байсы, которые предвзятости, которые приводят к какому-то странному стечению обстоятельств, из-за которого кто-то оказывается на обочине. Да. Ну да, я, наверное, на этом закончу. Да, поскольку времени много, немножко мы позже начали, то я попробую тоже очень сжато прореагировать. И потом это скорее, во-первых, большое спасибо, потому что и череда примеров, и рассмотрение соответственно инклюзии и эксклюзии, это то, что обогащает дальнейшую работу, в том числе связанную с тем, как мы думаем это превратить все-таки в статью. И понятно, что очень важно здесь, как бы если мы говорим о мета-анализе, концептуализации, эксклюзии, инклюзии, то в социологической теории, то здесь придется вот эту сетку оптик показывать, и где как работает, то, на что ты обратил внимание. Второе. Возможно, мы не будем делать именно в таком виде, или как-то это сделаем даже в виде какой-то таблицы и так далее. Если говорить о том, к чему ближе наш, как бы такой эмпирический интерес, это, конечно, связано с культурной и социальной политикой, вот я бы так сказал, и тоже не во всем ее богатстве, соответственно. А в той части, где, наверное, нас вот интересует, это самое слабо, на что очень слабо обращают внимание, это, собственно говоря, не то, как, например, допускаются или не допускаются слабослышащие люди с особенностями развития и так далее, например, пространство, культура, а то, как, соответственно, невидимая вообще как бы происходит эксклюзия, которая не отмечается даже теми, кто должен заниматься инклюзией и эксклюзией. Тут я, кстати, очень важное твое замечание относительно того, что я больше на инклюзию, а Данила больше об эксклюзии говорил. Это действительно ассимметричные понятия, и я это вначале сам сказал, что, собственно, и вот в наших нарративах, собранных музейщиков и так далее, они никто не употребляют практически слово исключение или эксклюзия. Они говорят только об инклюзии, потому что они как бы, их способ экспертного мышления, он только как бы ориентирован на вот эту нормативную, дисциплинарную, а если шире смотреть и на политический контекст, потому что очень правильно сказал Данила, что это точно так же, как КСО, устойчивое развитие ЕСГ, это еще и было имплементировано в международные документы, и оттуда методом вот этой лестницы интеграции в различного рода национальные документы, законы и так далее, нормативные акты, оно вот по этим капиллярам стало распространяться именно в таком виде. Но мы как социологи должны видеть, что это как бы искусственно созданный, конечно, ну как бы в какой-то степени это конструкт, и важно показать, а где же у этого конструкта, какие винтики, какие, собственно, детали в нем произведены, соответственно. И в этом отношении твое тоже важное замечание. И тут я, кстати, уже в заключении тоже, чтобы завершить, скажу, что вот твой пример с тем, что, например, в сфере образования есть очень разработанные системы инклюзии и включения, и преодоления, и так далее, но у меня возник всегда вопрос, а всегда ли это как бы нужно, пусть он провокационный, в той степени, что мы никогда не можем включить и себя, и других, и вообще обеспечить вообще как бы вот это включение. Каков его конечный результат? Это как бы такой эмпирический вопрос социальной политики. Где граница включения-исключения? И понятно, что каждый из нас во что-то включен, и от чего-то исключен, соответственно. И плюс к этому, конечно, все эти примеры из закрытых сообществ, мужских, например, и так далее, это связано с властью, насилием, иерархией, исключением. Кстати, означает ли исключение такого рода сообществ, например, исключение все равно из-за иерархии? Все равно человек остается в системе. Вот это еще тоже отдельный вопрос для размышления. Ну, это скорее просто такая творческая реакция на очень важные, сделанные тобой комментарии к тому, что мы представили. Ну, наверное, вот если какие-то вопросы еще есть у коллег, если нет, то мы очень много времени дополнительного взяли, будем понемногу завершать. Как вы думаете, коллеги-организаторы? Спасибо большое за дискуссию, коллеги. Очень было интересно. Спасибо большое. Вот. И мне, да, очень интересно тоже было слушать доклад Данила. Вот. И сама вот эта комплексность понятия эксклюзия вот довольно увлекательна. И вот что и показывает, что есть вопросы, есть какое-то мнение, есть дискуссия. Вот. Да. Я думаю, на этом мы можем завершать семинар. Или это вот что-то ответил вам, но я думаю, это не по дискуссии нашей. Это не по дискуссии, я тут вне контекста на самом деле. Вот. Спасибо большое всем, кто слушал нас. Отдельное спасибо Ивану Александровичу за то, что смогу поучаствовать. Спасибо, что не было рассылки. Будем надеяться, что в следующие разы, вот, если вам будет интересно, тоже можно будет поучаствовать, и мы обещаем предоставить информацию. Всем тогда всего доброго, да, всего хорошего. Счастливо. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»